Дорогой Бог Сразу предупреждаю, письменные упражнения наводят на меня ужас. По правде надо, чтобы уж совсем припёрла, потому что бессонина — это всего лишь увлекательные браки, словом, взрослые штучки. Могу доказать. Взять как начало моего письма. Меня зовут Оскар, мне 10 лет, я умудрился поджечь нашего кота, собаку, весь дом. Я мог с таким же успехом написать так. Меня прозвали Яичная Башка, но ведь мне лет 7. Я жил в больнице, потому что меня рак. И прежде я не обращался к тебе ни с одним словом, потому что вообще не верю, что ты существуешь. Только напиши я так, всё обернулось бы скверно. У тебя вообще порвал бы ко мне всякий интерес. А надо-то как раз, чтобы ты заинтересовался мной. Меня устроит, если у тебя найдётся время кое в чём помочь мне. Я сейчас всё от тебя растолкую. Больница – это классное место. Здесь полно взрослых в отличном настроении. Много игрушек, розовых тётень. Просто жадишь, чем поиграть с детьми. Всегда по другой куче приятелей. Вроде бекона, инштейн или боккорна. Короче, больница – это кайф, если ты приятный больной. Но я уже неприятный больной. После того, как мне сделали пересадку костного мозга, я чувствую, что я им больше неприятен. Нынче утром, когда доктор Диссидор посматривал меня, у него был такой огорчённый несчастный вид, я понял, что я сделал со скверным больным. Больным, которым мешает верить, что медицина – замечательная штука. Эти врачебные мысли, они, наверное, заразны. Теперь все на нашем хуже. Ведь сёстры, практиканты, уборщицы смотрят на меня точно так же, как он. Не переменилась только бабушка Роза. Кстати, имена она посоветовала написать тебе. Один я называю её бабушка Роза. Среди всех тётень в розовых халатах, что приходят присматриваться больными детьми, она самая старая. Бабушка Роза, а сколько вам лет? Остер, малыш, ну неужели ты можешь запомнить тринадцатизначное число? Вы заливаете. Ничего подобного. Просто здесь, в больнице, нельзя, чтобы узнали, сколько мне лет. Иначе я вылечу отсюда, и мы больше не увидимся. Почему? Ну, понимаешь, я сидела, установлены определенные сроки. Я чуть-чуть перебрала по возрасту. Так вы просрочены, как йогурт? Ага. Окей, вы меня как рыба. О, блин. Бабушка Роза, да вы ругаетесь по-чёрному. Слушай, малыш, отвали. Как хочу, так и выражаюсь. А чего это вы так выражаетесь? Знаешь что, я, между прочим, выступала на арене. Да ну. Да. Между прочим, сто шестьдесят пять боёв. Душительница из Лангедога против лимузианской мясорубки. Оскар Роза. Похоже, никто на этом этаже не хочет сообщить, что я умираю. Оскар, а зачем тебе нужно знать то, что ты и так уже знаешь? Просто они все ведут себя так, будто бы они все ложатся лишь за тем, чтобы выиграть. Но ведь сюда приходят умирать. С моей операцией ничего не вышло. И так, бабушка Роза. Слушай, Оскар, подлянись, что ты никому не скажешь. Клянусь. Слушай, а что если написать мне? О нет, только не вы, бабушка Роза. Так, почему не я? Не вы. Я-то думал, вы не можете обманывать. Хватит, я уже слушала байку про Вида Мороза. Одного раза достаточно. И так, между Дедом Морозом и Богом вообще ничего общего. Нет, здесь это одно и то, что закурорная же Маркова компания. Стоп. Ничего подобного. Ты опять кутишь Бога с Дедом Морозом. Пожалуйста. Очень тебя прошу. И ты можешь представить, что я душительница из Лангедока. Хоть на секунду могу поверить в Деда Мороза? Нет. В Деда Мороза я не верю. Я верю в Бога. Но это точно другое дело. Ну, хорошо. И что же мне написать ему? Ну, ты можешь поверять ему свои мысли. Можешь ему что-нибудь попросить. Ну, знаешь, Роска, учти. В каждом письме ты можешь просить что-нибудь одно. Не забудь. Что-нибудь одно. Бабушка, Рос, да этот ваш Бог просто слаба. Аладдин с его джином и лампой и то могут загадать целых три желания. Ну, мне кажется, лучше одно желание каждый день, чем три за всю жизнь. Окей. Итак, я могу попросить что угодно. Игрушки, конфеты, машины. Нет, стоп, 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 Оскар. Мы же уже договорились, что между Богом и Дедом Морозом нет ничего общего. Ты можешь просить ему только о духовных вещах. Например? Ну, например, о храбрости, терпении, просветлении. Ага, понятно. Слушай, Оскар, и когда-нибудь ты можешь попросить что-нибудь от других. Ну уж, Игрушки, бабушка Рос, одно желание в день я уж точно предвели выбор для себя. Ну вот, Бог, это мое первое письмо. Я немного рассказал, какую жизнь где-то в больнице, где мне рассматривают как помеху медицины. Теперь прошу тебя, внеси ясность, удастся ли мне выбрать. Ответь, да или нет. Это вроде не слишком сложно. Да или нет. Ненужно это чемпион. До завтра. Собой, после. Нет твоего адреса. Как же отправить тебе это письмо? Дорогой Бог, ну ты и силен. Не успел я отправить тебе письмо, как уже получил ответ. Как это у тебя выходит? Сегодня утром, когда я играл в поле в шахматы с Эйнштейном. И вот плак зовут вовсе не потому, что он умнее других. Просто у него голова в два раза больше, чем нахуй. Водяных что ли. К нам заглянул попкорм и сказали, что приехали мои родители. Попкорм — это нечто. В девять лет девяносто восемь кило при габаритах метр десять на метр десять. Но я сказал, что не может быть, потому что мои родители живут очень далеко отсюда и приезжают пока по воскресеньям. Но он сказал, что видел их машину. Красный мультик берем вверх. В общем, мы перестали играть и я вернулся в свою палату, ожидая, что родители вот-вот заявятся. Поначалу я запыхавшись, не понял, сколько времени прошло. Потом сообразил, что они уже двадцать раз забрались в кабинет. Вдруг до меня дошло, где они могли быть. Я выскользнул в коридор, спустился по лестнице, потом в полутьме докрылял до кабинета доктора Дюссельдорфа. Точно! Они были там и за двери доносили всех голоса. И вот тут я услышал то, чего не должен был слышать. Мама рыдала, доктор Дюссельдорф повторял, мы уже все испробовали, поверьте, мы уже все испробовали. И мой отец отвечал съепшим голосом, я в этом уверен, доктор, я в этом уверен. Вдруг доктор Дюссельдорф сказал, вы хотите его навестить? У меня просто не хватит духу, ответила моя мать. Нельзя, чтобы он нас видел в таком состоянии, и добавил отец. И вот тут я понял, что мои родители просто трусы. Нет, хуже трусы, которые меня считают трусами. Остар, подожди, подожди, что случилось? Дюссельдорф сказал, пока она поднималась на риф, мои друзья обсыпали ее мукой. Масло, мука, отличная панировочка. Ну, понятно, после этого она проиграла, я выиграла. кулак и ее назвали панированной треской. Пожалуйста, простите, но я не вижу здесь никакой связи. А я ее отлично вижу. Из любого положения можно найти выход. Слушай, пожалуйста, тебе надо написать всему миру. Слушай, пожалуйста, Маша, напиши ему о том, что тебя мучает. Ненавижу, просто ненавижу своих родителей. Отлично. Ненавидь их как можно сильнее. Что вы мне такого говорите, бабушка, она у вас. Ну да, ты знаешь, как кость в городе. Грызешь, грызешь, а когда до конца да грызешь, думаешь, ну и от чего? Слушай, Роскор, попробуй написать Богу, что он тебя навестил. Он что, может двигаться? Ну, так, нечасто. Скорее даже жрек. Слыла. Почему? Он тоже больно, как я? Оскар, тебе что, родители ни разу не говорили о Боге? Говорили, только один раз. Они сказали, что не верят в него, что не верят лишь в Деда Мороза. Однажды, я вернулся из школы и сказал, что хватит поставлять меня идиотом, что я, как и все мои друзья, знаю, что Деда Мороза нет и не было. Они были очень разочарованы, узнав, что это неправда, искренне верят, что он существует. Так, твои родители не верят в Бога. Нет. Ну, слушай, Оскар, ну, пускай твои родители не верят в Бога. Ну, бывает. Почему бы тебе не поверят в Бога? Попробуй написать ему о том, что тебя мучает и попросил навестить тебя. Ты знаешь, его посещение приносит блага. Если мне что-то приносит блага, так это ваше посещение в Бога. Валяйте, обнимите меня. Другим я об этом не скажу, чтобы не уронить вашу борцовскую репутацию. Когда вы опять ко мне придете? Слушай, я вообще могу навещать тебя всего два раза в Амике. Но сегодня доктор Дюсюдов разрешил мне посещать тебя двенадцать дней. Меня и никого кроме меня? Да, тебя и никого кроме тебя. Целых двенадцать дней. Двенадцать дней! Все так уж плохо, да, бабушка Роанна? Слушай, что-то допустим, что? Девятнадцатое декабря. А-а-а, в наших краях есть такая легенда, что если в течение двенадцати последних дней уходящего года наблюдать за погодой, внимательно наблюдать за погодой, можно предсказать целый следующий год. Ну, вот так, девятнадцатое декабря это январь, двадцатое декабря это февраль, ну, в общем, так и до тридцать первого декабря, который предвещает декабрь следующего года. Девятнадцатое декабря. Это правда? Ну, это легенда, Оскар, ну, я предлагаю тебе поверить. Ну, давай себе на это, ну, особенно ты. Представь себе, ну, вот с этого дня, что один день равен десяти годах твоей жизни. Десяти годах? Ну, да, один день десять лет. Тогда человек двенадцать дней мне исполнится сто тридцать. Ну, да, молодец, все понял. Ну, так, мой Бог, я родился сегодня утром. Вечером я исполнилась десять. Это возраст тража. Воспользуюсь этим, чтобы попросить тебя обозначить вещи. Ты не мог бы навестить меня. Я открыл с восьми утра до девяти вечера. В остальное время я сплю. Иногда я даже ненадолго могу длинуть и завекаться. Если застанешь меня в таком состоянии, будешь безо всяких колебаний. До завтра. Целуем. Оскар. Оскар. Дорогой Бог, сегодня я переживаю подростков пыль. Водилась масса работ с приятелем и родителями. Все из-за девчонок. Слушай, Оскар, здравствуй. Скажи мне, пожалуйста, что тебе здесь нравится? Векон, ночник, векон. А это девчонок? Погибли. Кто? Погиблю. Она лежит в твоей последней палате. Почти ничего не говорит. Только смущена ее бывает. Она похожа на фею. У нее какая-то ненавидная болезнь, что там скромно, которая не пропадает. Из-за этого кожа в безоплости у нее. Я не хочу, чтобы ты ездила для операции. У ООО, она тоже очень красивая. Так ты ей говорила об этом? Ну, уже я не стала рисоваться, я не буду. Если я тебя люблю, я тебя люблю. Маскара, что ты чувствуешь, когда видишь в кайге? Мне хочется защитить век и забыть. Что? Здесь, в больнице, есть призраки. Ну да, они появляются каждую ночь, становится страшным. Видит, не видно. Я слышу, как по ночам хочу, что я видел. Мне хочется защитить век. Так ты ей сказала? Я распаковывала. Я не успела изойти в палату, как тут же не рисовался Букол. Извели, что Беги вытрах менять, что они друзья и все так было. А что Беги? Старая с петелок и ничего не сказала. Потом мы с Буколом пошли в огромную комнату. Там была эта с Андреевна. У нее тоже не единение, но мячей она похожа на швой ногой. Сырели через жвачкой, с которой она постоянно вырывает пузыри. Я была с нами, меня разбили на своего и я поцеловался с ней. Тьфу, вспомнил, Квартина. А тут возгарат и сцена еще, кстати, завели с родителями из кучи подарков. Познакомься со своей подружкой. А что Беги? Не упоминайте о ней. Она невеста Пупкова. Это она тебе сказала? Нет, он. Сливает. А что родители? Результат мой, как обычно, заправ и тащил вверх. Я просто участвовала сошел ручкой, только чтобы не разговаривали. не разговаривали. Щелкунчика? Слушай, была такая подружка потрясающая. У нее такое прозвище было Щелкунчик, она могла в один счет переломить позвоночник. Слушай, а, устал. Стоп. Сколько тебе лет? На который сейчас час? Шесть. Тебе всего восемнадцать лет. Восемнадцать лет не знают усталости. Иди и скажи все, о чем ты думаешь. в доме в доме в шесть тридцать я принял решение и направился к ее палате. дверь была открыта. Привет, Фредди, хотел сказать тебе, что если хочешь, то сегодня все следующие ночи я буду охранять вот эту палату, чтобы призраки сюда не проникли. Еще вот, возьми макуэр. Когда я слушаю вас с Нежином, то думаю о тебе. Она послушала и сказала красиво. Еще вот, Фредди, я не хочу, чтобы тебе делали операцию, но на глубом ты тоже очень красива. Ей понравилось, потому что она сказала, что вы имели яркий обход к ее палату. Можешь на меня положиться поедет. Я устрашен вам, ведь по ничем счете выиграл это я. Ну вот так вам нарушить день. Так что обращаюсь к тебе с его личной просьбой. Мне бы хотелось, чтобы неисправить пожилить. Я, конечно, не уверена, что пожилить в отношении духовности то есть к твоему двигаться. Можешь ли ты напомнить подобные желания? Если нет, сообщим от стены, что не можешь обратиться к другим другу. Не хочу тебя подругить, но напоминаю, что я не обитаку ногой. Сюда твою двоцару и твою двоцару да и нет. А завтра целуюсь костюм. В самом деле, какой же тебе адрес? живой бог, замерзли, я жена. Сегодня у нас 21 декабря, я двигаюсь к 30-летию, и я жена. Что касается детей, то мы с тобой не решили, что там дальше будет видно. Все произошло нынче ночью. Около часа до меня дойдется столбой. Я так и подскочил в кроват. Призраки! Пэйки Блю, церзали призраки! А я-то обещал охранять ее. Она поймет, что я ворот и больше не скажет мне ни слова. И будет права. Я поднялся и пошел на крик. Да, в брач-ли-то поваду Пэйки Блю, я заметил, что она сидит в кровати и с удивлением смотрит на меня. Должно быть, я тоже выглядел удивленным, потому что роту подгиблю был закрыт, а крики не перекращались. Тогда я пробрался в следующий полоте и понял, что это лопит бекон, извивающийся в костили из-за ожога. Бедняка, это несмотря на пересадку кожи и всякие мази. Через некоторое время он свернулся к кубочкам и перестал становиться. Я вернулся к Пэйке. Так это не ты станова, Пэйки. Я только думал, что это ты всегда кричишь по ночам. Она, как тут выяснилось, думала, что это я. Мы не стали на этом задерживаться, если что в течение долгого времени каждый думал о другом. Потом она спросила, что будешь делать, тезка? Хочешь, побыть здесь со мной? Окей. Я села с ней рядом в ее кровати. Было тесновато, мы украли потрясающую дочь. Прекрасные друг дружки мы то мечтали, то понимали, то рассказывали о своей жизни. От данного распоряжения сестра Мадам Гомет обнаружила у нас. Тут началась настоящая опера. Она взвопилась, начиная сестра тоже. И они вопили на два голоса. Этот концерт смогла прекратить только Главушка Роза. Вы прекратите? Вы кому служите? Режиму? Или пациентам? Ну-ка, все идите отсюда. Не мешайте нам здесь. Чешите языками где-нибудь в другом месте. Оставьте этих детей в покое. Итак, у вас спрейгер все серьезно? Железно. Бабушка Роза, я просто счастлив. Этой ночью мы поженились. Поженились? Да, мы сделали все, что по-моему, для мужчиней и женщиней после свадьбы. хрис-хрис. Тирея, ты, конечно, молодец. Я вижу, ты очень хорошо продумаешься. За кого вы меня принимаете? Мне-же 20 лет. Я строю свою жизнь так, как хочу. Оскар, думаю, нам нужно пойти передаться сбоку. А у вас и правда есть его адрес? Ну, я думаю, мы найдем его в часовне. Знаешь, Бог, когда мы пришли в часовню, я тебя увидел в каком-то состоянии, почти совсем голый, толщий, на этом кресте, голова бессильная поникла, ногу кровь и цепок, повсюду рада. Ну, если бы я был Богом, то я бы не позволил сделать с собой такое. Если бы у меня были такие возможности, как у тебя, я бы точно попробовала избежать страданий. Слушай, ну, скажи, страдания – страданию розы. Понимаешь, физическое страдание – это испытание, а моральное страдание – это наш розыск. Не понимаю. Ну, когда в запястье или в ноги выгибают гвозди, тебе ничего не остается, кроме того, как терпеть. Ну, ты терпишь. Ну, когда ты думаешь о смерти, ты не должен испытывать муку. Посмотри на лицо распятого Бога. Он не испытывает страданий, потому что у него есть вера. Я хочу, чтобы ты тоже верил, когда тебе будет трудно. А почему люди боятся смерти? Потому что смерть – это что-то неведомое, поэтому люди ее боятся. Ладно, согласен. Но зачем страдать тогда? Страдать люди, потому что у них нет веры. Я тебя очень прошу. Постарайся верить. Окей. Бабушка Роза, если меня отреет страх, я постараюсь побудить в себе веру. По правде сказать, я не боюсь смерти неведомого. Меня страшит то, что придется потерять тех, кого знают. Я понимаю, русский хоро. Слушай, а не позвать мне, или мы будем пить чайку? Ну вот был. Не знаю, что тебя попросить сегодня, потому что в целом это был прекрасный день. Да. Сделала какую-нибудь, чтобы операция «Пэнки Блю» прошла хорошо. Не так, как моя. До завтра. Целую. Оскар. Дорогой Боб, сегодня оперировали Пэгги. Я провел 10 ужасных лет. 30 с хвостиком — это тяжело. Это возраст заботы и ответственности. Бабушка Роза, почему Бог допускает, чтобы люди валяли? Оскар, малыш, если бы у вас не было с Пэгги, жизнь была бы ужасной. Нет, вы не понимаете, почему Бог допускает, чтобы люди валяли? Он злой или у него просто недостаточная сила? Оскар. Нет, я тебя очень люблю. Садись. Сразу видно, что вы ничем не больная. Что ты об этом знаешь, Оскар? Бабушка Роза, не стоит скрывать от меня положение дел. Вы можете доверять мне. Мне по меньшей мере 32 года. У меня раб, жена на операции. Так что я знаю, что такое жизнь. Я вас тоже. Но если у вас что-то не в порядке, могу я чем-то вам помочь? Хотите, я усыновлю вас. Меня? Ну да, я же усыновил Бернара. Кого? Бернара! Какой еще Бернара? Это моя старая медвежонка. У него отвалилась ухо, повсюду собрались складочки. Он немного похож на вас. Я усыновила его тот вечер, когда родители принесли мне нового медвежонка. Может, они хотели бы и меня заменить на какого-нибудь младшего брата, пока меня там нет. Я усыновила Бернара и запрещаю ему все, чем я владею. Хотите, я и вас могу усыновить, если вас это подбудет. Да, я думаю, что это меня очень подбудрит. Тогда по ругам, бабушка Роза. Потом я заснул. С ума сойти, сколько я теперь сплю. Ближе к вечеру бабушка Роза разбудила меня, сказав, что Беги уже вернулась. И операция прошла успешно. Мы пошли навестить ее. После изголовья сидели ее родители. Они усадили меня между собой. Я мог наблюдать за Беги вместе с ними. Беги проснулась, открыла глаза и улыбнулась нам. Ее родители приободрились. Но им было пора уходить. Доверяем тебе нашу дочь. Сказали они мне. Мы знаем, что на тебя можно положиться. Знаешь, Бог, сегодня, в конце концов, был хороший день. Семейный. Я усыновил бабушку Розу. Мы с родителями Беги проникли друг в другую симпатию. А она вновь в добром здравии. До завтра. Целую. Оскар. Сегодня никаких желаний. Нужно же от тебя отдохнуть. Дорогой Бог. Сегодня я прожил период от сорока лет до пятидесяти. Не творил при этом кучу всяких пунктов. Перескажу по-быстрому. Потому что это не заслуживает особого внимания. Пойду Блюк чувствует себя хорошо. Но Сандриной ее подослал Бог Корин. Который меня теперь терпеть не может. И стучал ей, что я, мол, целовал ее вдруг. И вот поэтому Беги сказал мне, что между нами все кончено. Я протестовал. Говорил ей, что это была ошибка и дурностью. И Беги не наступил. Чтобы позлить меня, она даже подружилась с Сандриной. Я слышал, как они заливаются смехом. Поэтому, когда ближайший сыночка заглянул в мою палату поздороваться, я позволил ей поцеловать меня. Она чуть с ума не сошла от радости. Загвоздка в том, что в коридоре был Эйнштейн. Может, у него мозгун вода, но он же не ослеп ногу глазу. Он все видел. Тут же помчался докладывать. Теперь Росифта считает меня развязанным. Поэтому я и нос из-за порог не носовываю. Бабушка Роза, я просто не понимаю, как ты на меня вышел, сбрижи. Оскар, ну это все бесовские штучки среднего отриста. Мужчины от 40 до 50 всегда так себя ведут. Они влюбляются и проверяют чувства. Могут ли они нравиться еще кому-нибудь, а не только той, кого они любят. Ладно, согласен. Но какой он все же болван? Что мне теперь делать? Ужорно. Сначала я предлагаю тебе успокоиться. Скажи мне, кого ты любишь? Бенди. Никого кроме Бенди. Вот и отлично. Иди и скажи ей это. Дорогой Бог, завтра росте стрел. Ты никогда не понимал, что это твой день рождения. Сделай как-нибудь, чтобы я помнился с Пэй. Не знаю, от этого или нет, но с вами вершин не очень близко. Мужчины совсем по-другому. Назад. Постоянно. Спасибо. Дорогой Бог, сегодня утром я сказал Пэйке, что любила лишь ее одну, не представляя себе жизни без нее. Она расплакалась и призналась, что я причинила ей сильную боль. Потому что она тоже не любила никого, кроме меня. И вот что любопытно мы оба разрыдались. Это было очень приятно. Странная штука для семейной жизни. Особенно после 50, когда испытания уже позади. Ровно в 10 часов я помню, что нынче и вправду вшество. Что мне нельзя будет расстаться с Пэйкой, но что вся ее родня, братья, дядюшки, пременьки, кузена, вот-вот объявляют свою палатку. А мне предстоит выдержать висеть родителей. Словом, я буду вернуть еще в одном. Мне предстоит урацкий денек. Короче, я организовал проект. Все вышло отлично. В 11.30 бабушка Роза поцеловала меня, пришла в хорошо провести, трючить с вами с родителями. И скрылась в раздевалке. В Корненштейн и Бекон помогли мне быстро одеться и спуститься вниз по лестнице. Они принесли меня прямо до колымаги бабушки Розы. Затворили на пол, между передним и задним сиденьем. А потом потихоньку стали избавиться. Бабушка Роза через некоторое время забрала свою машину. Моторку корректировала раз 10-15, перед тем, как завестись. И садским ревом тронулся. Проблема заключалась в том, что бабушке Розе было плевать на всякие там светофоры, картуары, транспортные развязки. Вашему времени от времени трясло и сильно подбрасывало. Кстати, мой словарный запас весьма обогатился. И я в который раз подумала, что я поэкбанаринги — это отличная школа жизни. Я собирался, когда мы доберемся до места, выпрыгнуть с возгласом. «Бабушка Роза, гу-гу!» Платили со спрепятствием у меня так долго, что на меня смотрел сон. Когда я проснулся, кругом было темно и тихо. В машине никого не было. Тут до меня впервые дошло, что я похожа сглупил. Я вышел из машины. Платил снег. У меня зуб на зуб не попадался. Я оказалась перед большим освещенным домом. Мне было довольно скверно. И ледопрынул звонка и рухнул на плетеный пол. «Оскар, дорогой мой, ну в больнице все тебя разыскивают, все беспокоятся. А витя из меня не в полиции. Это меня не удивляет. И не бросит думать, что я смогу их поверить, что это меня надеть на ручку. Слушай, Лос, ну в чём ты их? Они боятся меня. Я с ними буду говорить со мной. Чем больше они насыщут, тем больше я сам кажу себе чудовища. Не может ли я нас только безобразия? Оскар, они боятся не тебя. Они боятся твоей болезни. Моя болезнь – это часть меня. И они не следуют меня с ними в виде не из-за того, что я болью. Может, я нас только. Может, они могут быть меня лишь, когда я здорова? Оскар, они любят тебя. Я с ними говорю. Представляешь? Мы встретились с ними. Они немножко завидуют нам, что у нас так с тобой ладно получается. Ну, понимаешь? Когда-то мы все умерли. И я, и ты, и твои родители тоже. Мы говорили, что бабушка носит. У меня нет ни от нас. Оскар, ну подумай о них. Пожалей их немножко. Представляешь? Они умирают, будут думать, что не нашли со своим обожаемым и любимым Оскаром общего языка. Представляешь, как им будет трудно? Да, но в конце концов, я уйду прежде, чем у ты. Ну да, Оскар, ты уйдешь первым. Но это не дает тебе никакого права так себя вести. Все мы когда-то любим. Я помню. Бабушка Роза, позвоните мне. И бабушка Роза позвонила в больницу. Те предупредили моих родителей. И они прибыли к бабушке Розе. Когда я виделись родители, я сказала им. Простите, я забыл, что вам тоже однажды предстоит уметь. Не знаю почему, но после этого они станут такими, как раньше. И мне классно вывели рождение с детским рождением. Кстати, Бог, с днем рождения. И бабушка Роза заверила меня, что мое примирение с родителями может послужить хорошим подарком тебе на день рождения. Честно говоря, я считаю, что подарочек так себе. Раз уж бабушка Роза так дома. На завтра. С луком. В поскоре. Чуть не забудь о своем желании. Пусть мои родители всегда будут такими, как в этот вечер. Я тоже. Дорогой, Бог. Мне исполнилось 50 лет. И я расплачусь за вчерашнее убежищество. Сегодня, прямо скажем, не в лучшей форме. Было приятно, что в больнице старости всегда попадает желание в пешёвке. Я уверена, что теперь мне не захочется скидать баладу. В своем учрежденке смесь я забыла помыть, что на ленте у бабушки Розы на этой жарке а из патуетка погиблю. Точность она только из гипса. Тоже нежное лицо. Те же голубые тона одежды и кожи. Бабушка Роза, прождающая под его Марией. Но я мать, если я правильно понял. С татуэткой хранилась в своей семье уже несколько поколений. Она позволила мне её взять. Я поставила на том, чтобы убирать. В любом случае она вставила меня в семействе бабушки Розы, поскольку я её усыновила. Погиблю чувствую себя лучше. Она приезжала навестить меня в песне на колёсиках. Она не призналась о статуэтке, но мы славно привели время вместе. Кушали шелкунчика, держали за руки. Это наполнило нам прошло. Не могу говорить с тобой дольше, потому что мне немного тяжело держать ручку. Здесь все по головой больны, даже был приди сюда. А все пошли до скорей на печенки, на сахарные каштаны и шампанска, которым родители задали мне персонал. Мне хотелось бы, чтобы ты навестил меня. Целую, глаза. Дорогой Бог! Сегодня я вложила от семидесяти лет до восьмидесяти. Много разрушяла. Ещё мы с Погиблю читали медицинские слова. Это её любимая книга. Её страшно интересуют болезни, и она лала голову над тем, какие позже могут выбросить на её доме. А я стараюсь через иющее место. Жизнь, семья, вера, Бог. Хочешь верь, хочешь верь. Их там не оказалось. Заметь. Это доказывает только то, что жизнь, смерть, верой и ты сам вовсе не болезнен. Так что это скорее хороший опыт. Разве такой серьезный труд недавнее содержаться будто на самые серьезные вопросы. А в школу я положила, что медицинские слова описаны только различные неполадки, которые позже могут выпасть тому или иному человеку. Но там нет ничего про то, что касается жизни. Жизнь, смерть, вера, Бог. Слушай, Господи, я думаю, если бы ты взял философские слова, ты бы тоже был разочарованный. Понимаешь? На неинтересные вопросы всегда есть ответы. А на интересные вопросы может быть много разных ответов. Как это? Ну да. Представляешь? На неинтересные вопросы никогда человек не может ответить однозначно, потому что они ему не интересны. Слушай, вот, в жизни нет множества решений, а есть только одно. В жизни. Я как раз думала, что в жизни нет другого решения, что не просто жизнь. Да, Бог. Еще к нам заходил доктор Дюссельдор. По-прежнему с видом болит отца. И Богустреченную зону и доктор Дюссельдор. Я не вынужден. Доктор Дюссельдор, какой смысл расхаживать с виноватым видом? Послушайте, я скажу вам на чистоту. Не ваша вина, если вам приходится сообщать людям скверные вести, рассказывать о всех этих болезнях с сатинскими названиями и о том, что это неизлечимо. Расслабьтесь, вы не убоките, вы не можете приказать природе. Вы всего лишь занимаетесь ремонтом. Не тормозите, доктор Дюссельдор, иначе с такой профессией он долго не протянется. Вы только поглядите на себя. Когда я все это сказал, и доктор Дюссельдор придется потурить, будто он не значат много тем лицом. А потом на его лице принял смылящий. Вот так вот. Вот так вот. Жду тебя всегда, как-то любви с карибами. Даже если могли обрадоваться. Не правда, не я. Русалка. С новыми пусками. Дорогой Бог, сегодня я использую подарок, который ты принесла мне бабушка Роза на Рождество. Дорогой Бог, сегодня я использую подарок, который ты принесла мне бабушка Роза на Рождество. Дорогой Бог, сегодня я использую подарок, который ты принесла мне бабушка Роза на Рождество. Дорогой Бог, сегодня я использую подарок Роза на Рождество. Дорогой Бог, сегодня я использую подарок Роза на Рождество. Дорогой Бог, сегодня я использую подарок Роза на Рождество. Дорогой Бог, сегодня я использую подарок Роза на Рождество. Дорогой Бог, сегодня я использую подарок Роза на Рождество. Дорогой Бог, сегодня я использую подарок Роза на Рождество. Дорогой Бог, сегодня я использую подарок Роза на Рождество. тебя не сестра едемла, а ты, ты тем временно пробулся творить рассвет. Это оказалось довольно трудным, но ты все исправился. Нес espero Ты стыдно гремела, на полную воду белым, серым, голубым. Ты остранил ночью, ты оживил мир. Ты не останавливался. И тут я понял различие между тобой и нами. Ты неутомимый мужик, ничего не упустишь. Всегда за работой. И вот он день, и вот ночь, и вот весна, и вот зима. И вот она, погиблю, и вот постер, и вот бабушка Роза. Какое здоровье! Я понял, что ты был здесь, и открыл мне свою тайну. Нужно каждый день смотреть на мир, будто видишь его в первый раз. Что ж, я последнюю твою советую в первый раз. Я смотрел на краски дня, деревьев, птиц, животных. Я ощутил, как в моей ноге ходит воздух и заставляет меня дышать. Я слышал голоса, раздастившиеся в коридоре, вот в пособии собора. Я ощутил себя живым. Мне переполняла грошь чистой радости. Бога, спасибо, что ты сделал для меня. Мне казалось, что ты взял мне за руку и ввел самую сердцевину тайну. Спасибо. До завтра, Соня, Моё желание. Ты не смеешься от этих трех с первым разом для моих родителей. Бабушка Роза, я думаю, уже его знает. А потом разорвет на землю, если у тебя найдется время. Соня, Моё желание. Дорогой Бог, сегодня мне сто лет от бабушки Розы. Я много сплю, но чувствую себя хорошо. Я попытался объяснить своим родителям, что жизнь забавный подарок. Поначалу подарок переоцениваю. Думаю, что мы улучшили вечную жизнь. После ее недооцениваю. Походит нику дышим, слишком короткой. Почти готовы бросить ее. И, наконец, сознаю, что это был не подарок. Жизнь ей просто дали попозже. Чем старше становишься, тем сильнее проявляется вкус к жизни. Нужно быть художником. Какой-нибудь критин в возрасте 10-20 лет может отдать жизнь по собственной прихории. Но в 100 лет, когда уже не может больше деваться, Тут уже следует использовать интеллект. Не знаю, удалось ли мне их убедить. Навести их, закончить работу. А я не могу еще. А я не могу. Дорогой Бог. Я навсегда останусь розовой дамой. Мне никогда больше не быть бабушкой. Я была ею только для роста. Многанс не начал утром. За полчаса. Когда мы с его родителями пошли выпить кофе. Это случилось, когда нас не было. Я думаю, желая пощадить нас, он выбрал именно этот момент. Будто он хотел предостеречь, избавить всех нас от жестокого доверяющей смерти. На самом деле, это не мы. Это он. Она собачится. Спасибо, что мне выпало узнать, он сказал. Ради него я выдумала всякие небылицы. Благодаря ему, я узнала, что такое радость, смерть. Это он мне, он, поверьте. Меня приполняет любовь. Он мне дал ее столько, что хватит теперь на мне. До встречи, бабушка Роза. В последние тремя Оскар на тумбочке держал карточку. На ней было написано. Только Бог имеет право возбудить меня. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ